Привет вам всем, мои дорогие! Наше путешествие почти закончено. Мы на круизном корабле Холланд-Америка-Остердам плыли из Буэнос-Айреса, обогнули мыс Южной Америки через Панамский канал, плывем домой во Флориду, но последняя остановка на Карибском острове Аруба. Аруба – это один из островов, который принадлежит Нидерландам. ABC – Аруба, Бонейр и Кюрасао. Эти три острова на Карибах принадлежат Нидерландам. Официальный язык – датский. По-моему, такой есть язык, да? Ну вот мы здесь. Называют Аруба – один счастливый остров. Так называется Аруба. Ну давайте посмотрим, счастливый ли он. Ну я вам уже говорила, если вы выходите с корабля где-то, то можно путешествовать многими путями. Можно просто ходить. Ну вы видели, остров небольшой, но все равно пройти весь остров невозможно. Можно экскурсию, на экскурсию поехать, которая организована от корабля. А можно просто самим выйти с корабля и найти что-нибудь. Вот мы увидели этот автобус с бананом на реку и решили, что мы вообще-то хотим на нем поехать по острову. Водитель нам сказал, что да, поедем по острову, два часа где-то поездка. И вы услышите какую-то информацию об острове и с человека 30 долларов. Это очень приемлемо. Мы решили, что поедем. И они останавливаются на пляже. И ты можешь выйти на пляже и через два часа на другом автобусе сесть на него с тем же билетом и приехать сюда, к кораблю. Они привезут по острову. Очень удобно, если вы хотите на пляже остановиться. Но он не едет. Банан этот не едет сейчас. Он говорит, первый автобус вот тот. Когда он уедет, тогда и я поеду. Ну, мы решили этот автобус с бананом не ждать, а пошли вот туда. И это наш шофер. Интересный у него балстук. Бэн говорит, кондиционер, включи. Стекол-то, конечно, нет, он пошутил. Ну, и давайте посмотрим, что же можно увидеть здесь, в Арубе, и как выглядит Аруба. Субтитры подогнал «Симон» 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 Наша первая остановка – Айо Рок Формэйшнс. То есть, рок называется Айо. Ну, вот несколько таких больших валунов. Вы видели валуны, я вам показывала на Бритиш-Виржинских островах, помните, да? Очень интересные. Ну, а здесь вот несколько таких валунов, и на одном из них, наверху, они сделали типа смотровой площадки. Ну, вы знаете, для привлечения туристов, что только не сделаешь, все организуешь. Ну, и вы заметили, что здесь много кактусов, да? Да? Много кактусов. Посмотрите, какой он большой. Ну, я просто решила вот вам показать, почему я встала туда. Не для того, чтобы меня Бен сфотографировал, а для того, чтобы показать, какой большой кактус, какие они огромные. Я вам показывала Саваронный Нейшнл Парк, национальный парк кактусов у нас в Соединенных Штатах. Очень интересно, да? Ну, давайте поднимемся наверх, что можно увидеть сверху. Саваронный Нейшнл Парк, национальный парк, национальный парк. Ну, понятно, сверху можно увидеть Арубу. Нам сказали, вот если на тот холм подняться, то можно выше, конечно, увидеть больше. Но увидишь то же самое. Те же самые дома, тот же маленький остров Аруба. А вообще, конечно, дома очень красивые. Мы не увидели нигде нищеты. Это на самом деле так. То есть, очень хорошо живут здесь люди. Ну, и кактусы, конечно, мне очень нравятся. И огромные они. Субтитры создавал DimaTorzok Естественно, все туристы здесь останавливаются. И, конечно, здесь есть ресторанчики. Это было утро пока еще. Никого не было, кроме нас. Мы, наверное, первые сюда приехали. Но ресторанчики интересные. Очень все чисто, очень уютно. Мы нигде не видели, чтобы валялся мусор. Ну, вы знаете, как очень часто бывает. Я показывала вам многие места, где мы были. Вы видели. Здесь нет. Мы проехали почти по всему острову. Не заехали только в национальный парк. Мы уже там были, поэтому не поехали. Здесь есть фламинго. Мы тоже туда не поехали. Уже были. В сувенирном магазине тот, кто там работает, нам сказал, продавец, что они очень гордятся своим островом. Здесь бесплатное обучение вплоть до университета. И в университете бесплатное. Многие говорят на нескольких языках. Криминальная и коррупционная обстановка очень хорошая. То есть все на низком уровне. Экономика на высоком уровне. Если сравнивать с некоторыми другими Карибскими островами, мы это знаем, мы были на многих, то действительно они выглядят очень-очень хорошо по сравнению с некоторыми островами. То есть, ну вы сами видели, что мы проехали просто по жилой части. Вот я вам показала, еще поедем. Это жилая часть, это домики, где люди живут. Не туристы, а люди живут. А здесь такая интересная карусель. Старая карусель стоит для туристов, чтобы посмотрели. Когда-то арендовали эту карусель для развлечения. Собакам здесь не разрешено, видите. А вот это детский сад. И после школы сюда приходят, привозят детей на автобусе. И их забирают отсюда родители. У нас тоже в Соединенных Штатах это очень-очень принято. Те родители, которые работают, они платят тоже за какое-то время в детском саду, который дети проводят. Но они уже, эти дети, в школу ходят. Но независимо от этого, они могут здесь проводить время под присмотром воспитателей. То есть это очень практикуется везде, я знаю. И я работала в таком месте в Соединенных Штатах несколько месяцев. Мне не понравилось, потому что вся система другая. Но это другая история. Иногда кажется, что ты едешь в лесу. Но не в обычном лесу, а в кактусовом лесу. Посмотрите. Субтитры создавал DimaTorzok Наша следующая остановка это небольшая церковь Чапу. Алто-Висто-Чапу. Очень много туристов здесь, конечно. Приезжают, видите, на всех видах транспорта. Но и очень много людей, которые живут, местных. Это была пятница перед Пасхой. И в церкви было богослужение, как говорится на русском языке. Ну и, конечно, здесь можно поесть, купить сувениры. Можете кокосового молочка попить. Шесть долларов за один кокос. Кстати, все здесь очень недешево. Мы заходили в магазин, нам надо было кое-что купить. И все очень недешево. Ну и понятно, все привозное. Здесь же ничего они изготавливают сами. Ну, кокосы произрастают, конечно. Но для туристов они тоже недешевые. Этот остров полностью зависит от туристов. Полностью. Они ничего не производят. Нету никаких полезных ископаемых. Нету ни заводов, ни фабрик. Все полностью зависит они от туристов. Но в то же время посмотрите, как они живут. Как я уже говорила, этот остров принадлежит Нидерландам. Но у них свое управление. Свое самоуправление. Ну, значит, никто не ворует. Нету коррупции. Все для людей. И люди живут хорошо, и они гордятся этим. Написано, секси, чаевые для секси людей. Ну, вот такая вот надпись. Интересно. А здесь можно сделать сок, выжать. Там апельсины, лимоны. И на гитаре можно поиграть. А можно купить, домой привезти. Подарок кому-нибудь. Это первая церковь, которая была построена на этом острове, по-моему, где-то в 17-м, 1750-й год. Где-то вот так вот. Но она была перестроена в 1950-м, но все равно это первая церковь. Это в северной части острова. Очень важная церковь для людей, которые здесь живут. И, как я уже сказала, это пятница, очень большой праздник перед Пасхой. И сюда пришли на богослужение. Санта-Мария-Вейн Но местные люди не только приходят сюда в церковь, Но по дороге стоят кресты. Они посещают вот каждый крест. Ну, как в память об Иисусе Христе. Каждый крест. Там есть типа иконки или картинки. То есть каждый крест – это каждый этап Иисуса Христа с момента распятия и до того, как Он вознесся на небеса. Вот мы проезжаем как раз по этой дороге. КОНЕЦ Ну, я вам уже говорила, что дома выглядят просто замечательно. А вот здесь остановился наш водитель и сказал, что это дом и ресторан. Посмотрите, как они его оформили. Но ресторан, говорит, еще не открыт, еще рано. Ну, вот такой вот ресторанчик. Это семья организовала. То есть семья, хозяин этого ресторана и дома, где они живут. Ну, если вы приедете в Орубу, то вы увидите, что действительно это пустыня. Нам сказали, что дождей очень мало здесь бывает в течение года. Очень мало. Вы не увидите здесь ни реки, ни пруда, ни озера. И мы посмотрели на карте, и действительно, и мы проехали почти по всему острову. То есть здесь растут растения, которые могут выжить. И нам даже водитель сказал, что говорит, вы почти не услышите птиц на этом острове. Потому что птицы не могут выжить, нету пресной воды для них. Ну, конечно, вы скажете, что надо поить птиц, поставить поилки. Но вы извините, что или самим пить, или кого-то птиц поить. Ну, в общем, нужно выбирать. И не всегда это получается, что можно напоить птиц, и что их будет достаточно. Ну, в общем, этот остров очень-очень сухой, будем так говорить. То есть особенный остров, даже птицы не хотят здесь жить. Ну, а мы подъезжаем еще к одному месту, где туристы обычно останавливаются. Это маяк. Но не простой маяк. Называется Калифорния маяк. Почему же он назван как штат Калифорния в Соединенных Штатах? Давно когда-то разбился здесь корабль морской. Калифорния назывался он. И в честь его построили этот маяк, чтобы корабли видели, что здесь земля, что нужно быть осторожными. Ну, может быть, был туман или шторм. И вот не видели моряки и разбились. И то есть вот в честь этих моряков, в честь этого корабля построили маяк и назвали в их честь. Ну, здесь тоже все для туристов. Можете кокос, кокосовое молоко попить или кокос поесть. И там даже фудтрак, то есть автобус переделанный в ресторан. Можете поесть что-нибудь. Ну, посмотрите, как все выглядит интересно. Как все выглядит. Ну, просто красиво. Но они еще раз, я вам говорю, зависят сто процентов от туристов. Поэтому они так все и делают. Ну, а здесь поставьте свои головы, и вы будете жених и невеста. На фоне моря и маяка. Ну, и с этого места, конечно, вид на Карибское море. Очень красивый. Но главная причина, почему люди сюда приезжают, почему этот остров существует. Пляжи. Пляжи и Карибское море. Красивое, теплое. Много рыбы, люди рассматривают рыбок, катаются на катамаранах, на всем, на чем можно кататься. Очень красивые здесь и большие гостиницы. Внутри мы, конечно, не были, но мы на этом острове были уже где-то раза четыре с круизными кораблями. Ну, вот так вот получается, что останавливаются круизные корабли, которые мы выбираем. Здесь, на этом острове. Ну, и, конечно, как я вам уже сказала, люди сюда приезжают и на медовый месяц, и просто люди приезжают сюда, чтобы побывать, полюбоваться и покупаться в море. Пляжи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Музыка. вот такая вот она аруба счастливый остров ну что ж приезжайте когда-нибудь сюда мы кстати на корабле слышали от многих уже что о мы сюда вернемся но только не на корабле просто в отпуск ну что это здорово давай еще я вам не сказала что здесь растет алое фермы алое так вот есть одно производство алое они производят разные крема и разные масла из алое и сегодня утром это на следующий день когда мы уже уехали за рубы вот посмотрите нас ли это сегодня утром мы находимся в середине карибского моря и утром я бегала очень рано было еще темно сначала а это я снимала уже когда светло когда закончила бегать увидела птицу на палубе и пока я бегала 3 мили она все время там было люди стали ходить уже вокруг она никуда не улетала она не могла даже сдвинуться с места сначала ее просто трясло у нее все перья были мокрые то есть как она сюда залетела когда она сюда залетела но она никуда не хотела улетать потому что не устала птица ну что ж нелегальный иммигрант я надеюсь что она приедет с нами приклывет соединенные штаты и будет нашим нелегальным иммигрантом мир у мир нет войне скоро увидимся пока следующее путешествие наше будет просто невообразимым так что подписывайтесь на мой канал и вы все узнаете всего хорошего